И в завершении выпуска новости культуры. В Ненецкий округ приезжают артисты из Сыктывкара для передачи окружным коллективам «Символы года театра». Что ожидать от самого масштабного события года в сюжете Натальи Кисляковой. Ненецкий самодеятельный театр «Иллипс», что в переводе означает «жизнь», создан 1 июня 1996 года в целях сохранения обычаев, традиций и языка ненецкого народа. Театралы принимают активное участие в массовых народных гуляниях, праздниках не только в городе и округе, но и на международных и всероссийских фестивалях. Теперь же коллективу «Иллипс» будет передана эстафета и символ театрального марафона. 17 октября мы отправляемся в город Петрозаводск для участия во всероссийском театральном марафоне, посвященном году театра, и везем туда спектакль, который называется у нас «Тундровые были» или «Сказки бабушки Сарня». Традиционная ненецкая культура представлена в нем, и также и в этом спектакле представлены и песни, и слова на ненецком языке, и драматургия этого спектакля сложилась из сказок, имеющихся в репертуаре театра, на основе ненецкого фольклора, сказок ненецких. Вот и составляет. То есть это набор нескольких таких сказочных навалов. Старт всероссийского театрального марафона был дан в январе во Владивостоке. За год от региона к региону коллективы передавали эстафету и символ. С 17 октября к нам в Наринмар приезжает спектакль с Коми Республики Сыктывкара «Пармолов» в переводе «Душа тайги». В 19.00 будет проходить в концертном зале спектакль и передает эстафету нашему народному ненецкому самодеятельному театру «Иллипс», который поедет со своей ненецкой постановкой этнической в Карелию, в Петрозаводск. И 20 октября там же пройдет торжественная церемония передачи символа театрального года. 2019 год был именован президентом России Владимиром Путиным как Год театра. Самое масштабное мероприятие – театральный марафон, который прошел уже в 75 регионах. В рамках Года театра у нас нашим губернатором был организован оргкомитет, который возглавил Элина Викторовна Гущина, директор департамента образования, культуры и спорта. В рамках этого оргкомитета у нас создан большой план и мы уже перевыполнили все мероприятия, которые мы планировали с начала года. В регионе очень проводится довольно-таки много мероприятий, проводилось и до сих пор до конца года будут еще проведены, и будет закрытие года театра. Добавлю, 17 октября в концертном зале Дворца культуры Арктика каждому слушателю будут выданы наушники, через которые будет транслироваться перевод с коми на русский язык. Пригласительные билеты можно приобрести в кассах. Вход бесплатный. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукеевич, Владислав Носкин, Телеканал Север.